Привет, друзья! Я рада, что вы заглянули на мой канал. С вами Кристина. Сегодня, как и обещала, следующая часть моих покупок куча косметики от Ariflame. Если вам интересно и вы ждали данный ролик, то обязательно оставайтесь. Приятного вам просмотра! Субтитры сделал DimaTorzok Именно для вас. Наверное, последние 5 каталогов принесли мне целый пакет косметики Ariflame. Единственное, что я взяла по уходу за волосами, это новый уход. Шампунь и кондиционер. В прошлый раз я вам показывала уход за окрашенными волосами, который мне не очень подошел. Сейчас я решила взять разглаживающий уход за непослушными волосами. И, в принципе, осталась довольна. Но эти средства у меня не вызвали вау-эффекта. Просто хорошие средства за свои деньги. Шампунь 250 мл. У меня уже практически закончился. И кондиционер, которого еще здесь ого-го сколько, хотя всего 200 мл. Я использовала их практически всегда в паре. Обалденный аромат. Такой парфюмированный. Очень приятный. Остается на волосах долгое время. Аромат не оставит вас равнодушной точно. Линейка HairX Advanced Camp. В каталоге есть большой выбор разных уходов за разными типами волос и головы. Так что обращайте свое внимание. Давайте мы нарушим мою традицию. Я вам покажу не уход, а декоративную косметику следующим этапом. Всего у меня здесь 4 средства. Первое. Это тональный крем Giordani Gold. Он идет SPF 8. Это очень важно. Вообще люблю средства, которые в себе сочетают полезное и SPF. Он идет такой в матовом флаконе. По-моему он идет омолаживающий или антивозрастной. Но тем не менее он мне понравился. Не сушит кожу. Очень такой приятный в нанесении. И аромат обалденный. У линейки Giordani Gold всегда обалденные ароматы. Я его использую не так часто, потому что для меня он плотноват и больше подойдет наверное на осень или на дождливое лето. В принципе какое у нас на Урале оно и есть. Но в последнее время светит солнышко и мне нравятся более легкие текстуры. К более легким текстурам я отнесу следующую. Не знаю, можно ли назвать это тональной основой. Но это как бы тональный флюид. Боже мой, выглянуло солнце и мы теперь с вами будем вот так вот. Тональный флюид идет уже вот в такой вот мягкой тубе. Здесь 30 мл всего заканчивается очень быстро. Потому что у меня был BB крем и он тоже был в такой упаковке. Закончился крайне быстро. Это офигенная легкая текстура. Такая с персиковым потоном. Представлен всего один оттенок, но он хорошо подстраивается под кожу. Если вы не супер загорелая и не смугляночка. Он придает такой нежный блеск, увлажняющий эффект у него. И такая сиящая кожа. Мне нравится. Я себе в следующий раз, в следующем каталоге закажу еще один. Чтобы на лето у меня был полноценный запасик. И полностью на 3 месяца, на 2,5 уже мне хватило. Наношу кисточкой. Не забивается в кисточку. Не забивается на лице в поры. Очень классное такое легкое средство именно на лето. Следующее обалденное средство. Я вообще не ожидала, что будет так круто. Это тушь. Я не подготовилась и не посмотрела точно название этой туши. Но линейка Giordani Gold. Я думаю, по кисточке вы ее легко найдете и определите. Кисточка не силиконовая, что мне очень нравится. Если смотрите меня давно, то вы уже однозначно знаете, что я не люблю силиконовые кисточки. Потому что они бывают колят веки. А вот эта очень мягкая, приятная, комфортная. Я эту тушь наношу каждый день. Когда она чуть подсохла, после того, как я ее открыла, она стала обалденной. Наслаивается круто. Она удлиняет ресницы, ну по крайней мере мои. И делает их такими насыщенно черными и красивыми. Сегодня на глазах именно эта тушь. Но я думаю, вы ничего не видите, потому что светит солнце. И я тоже вот так вот сюрюсь вам. Но знаете, что тушь просто бомба. Я вам подпишу все в описании, постараюсь найти. Так что обязательно туда заглядывайте, чтобы далеко не ходить. Ну и последняя из декоративки это помада. Помада идет в таком изящном золотом красивом флаконе. Тоже Giordani Gold. Она классного розового, такого летнего оттенка. Но, честно говоря, весной я тоже любила ее надевать. Она такая немножко шиммерная. Но вообще она идет сатиновая. Все-таки мелкие-мелкие блестки в ней есть. У нее обалденный аромат. Мне очень нравится, как пахнет косметика Арифлэм. Еще ни одно средство меня практически не разочаровало. Только в уходе есть пара не очень приятных для меня душек. Эта помада держится долго. Она придает такого романтизма вашему образу. Но можно сделать и такой бизнес вам. Вместо красного, например, если бы я сделала розовый, тоже смотрелось бы очень неплохо. У меня оттенок Rose Petal. Обязательно линейка будет в описании. Ну что, теперь плавненько к уходу за лицом. По акции каталога 3 назад я заказала 2 средства вот такой вот голубой линейки Essentials. Я надеюсь, вы еще меня прощаете за мой английский. Это... забыла слово. Это очищающее средство для лица и масочка. Маску долго хранила. Вообще, хотела ее на днях сделать. Но, думаю, сначала покажу вам. Здесь 10 миллилитров. Я даже не знаю, она увлажняющая или... А, она витаминная. Содержит витамин Е и масла. Так, будем пробовать. А вот это средство мне вообще абсолютно не понравилось. Здесь 150 миллилитров. Аромат такой, знаете, как будто вы пришли в больницу, где все-все-все проденсифицировали. Такое немножко... Для меня вот это ассоциация чистой стерильной больницы. Мне аромат не очень понравился. Из-за этого я не могла его долго использовать. Но, тем не менее, практически закончила. Потому что я не могла себе заказать новое. Руки никак не доходили. Если интересно, оставлю вам ссылку на плейлист с заказами Арифлейм. У меня там есть сочный заказ. Такой летний, классный. И там у меня новое уходовое средство за лицом. Которое вообще бомба восторг для меня. И почему я его сразу не взяла, взяла вот это. Не знаю. Мне не понравилось для жирной кожи. Подошло по текстуре. Это гель такой приятный. Достаточно легкий. Не такой, как у меня сейчас. Более вязкий. Но аромат, конечно, здесь на любителя. То есть, если вы хотите знать, какой аромат, попробуйте хотя бы масочку. Я думаю, она такого же аромата будет. На замену вот этому голубому уходу я решила заказать персиковую линейку. А точнее, персик апельсин в линейке Love Nature. Это у меня тоник. Он обалденный. На лето подходит. Просто супер. Он такой легкий. Он не пенится, как прошлый. Прошлый мне вообще не понравился. С чайным деревом и лаймом. Это и аромат летний, поднимающий настроение по утрам. И по вечерам. Перед сном. Но чаще всего я использую его только утром. У меня есть еще другой тоник. Катейван не менее классный. Обалденный, заряжающий и отлично тонизирующий тоник продукт. Здесь 150 мл. Расход очень-очень-очень экономичный. Я наношу на ладошки, а затем похлопывающими движениями по лицу. Мне сейчас так больше нравится. Ну и второе средство. Это гель. Я вообще хотела заказать гель для умывания. Но почему-то я как-то не дочитала и заказала себе. Просто гель. Это альтернатива крему. Гель больше подходит на лето, чем на любое другое время года. Поэтому я не особо расстроилась, когда он мне пришел. Здесь 50 мл. На жаркую погоду самое то. Особенно, кстати, если едете в отпуск. Здесь всего 50 мл. Можно брать с собой вручную кладь. Не знаю, как сейчас вам с отпусками актуально или нет. Аромат такой же обалденный, как и у тоника. Впитывается очень быстро. Я бы не сказала, что супер увлажнение. Но оно есть. Ну, такое вот летнее именно увлажнение. Так что я, в принципе, довольна. Буду использовать дальше только летом. Ну, и думаю, ранней осенью. Последнее, что у меня здесь есть для лица. Точнее, для зубов. Я решила попробовать новенькую пасту для себя. Еще вот эту зеленую не брала. Optifresh. Я ее взяла, потому что она с травами. Обожаю пасты зубные с травами. Они очень приятные. Для меня это намного приятнее, чем фтор, мята, эвкалип, ментол. Ну, такое приятное послевкусие после себя оставляют. Ну, и последняя категория – это уход за телом. Первое, что в ней я хочу вам показать – это спрей. Вообще, спрей идет для тела, но его можно также использовать на постельное белье. Почему я его и заказала. Аромат волшебнейший. Такой богатый, приятный. Он у меня ассоциируется, знаете, с таким домашним уютом, каким-то вот расслаблением. Вот как будто на вас нанесли приятнейшее, драгоценнейшее масло. Я на тело не пробовала, потому что у меня для тела очень много разных средств. А вот на подушку люблю распылять каждый день. Но чаще всего делаю это раз в 2-3 дня, потому что аромат остается еще долго, и я быстро засыпаю. И вообще, просто постельное белье, особенно если вы постель где свеженько нанесете, будет пахнуть просто волшебно. Здесь 100 мл, и вот за месяц практически ежедневного использования у меня закончилось вот так. Но в последнее время что-то я, честно признаюсь, забываю его использовать. Сегодня продолжим. Следующее средство – это дезодорант. Если вы смотрите меня давно, знайте, что я очень люблю кремовый дезодорант. Когда увидела в Арифлэм, то решила обязательно попробовать. Взяла с синий вариант, там, по-моему, еще есть розовый. Это дезодорант антиперспиран. У него такой интересный дозатор. Я пробовала только от Гарнье такие, поэтому немножко удивилась, что здесь такая дырка посреди тюбика. Но, тем не менее, удобно, потому что хорошо скользит по коже подмышек и быстро впитывается. Не пропускает запах пота и просто обалденно пахнет. Вы будете пахнуть, ваши подмышки будут пахнуть просто обалденно. Присмотритесь. Здесь 50 мл. Расход средний. Я бы не сказала, что быстрый, но и не суперэкономичный. Следующее средство, которое пришло мне вот совсем недавно на днях, это лосьон. Я вам уже показывала его в прошлом видео, что мне его заказали. И аромат просто обалденный. Я попробовала скраб. Он был нереальный. Поэтому я решила себе еще парочку скрабов взять. Я их уже использовала. И крем, лосьон точнее. Он быстро впитывается. Аромат волшебнейший. Такой сочный летний арбуз и лимон. Если вы любите такие вот отдушечки, то я думаю, вас они не оставят равнодушным. Очень хорошо увлажняет. Для летнего ухода бомба. Далее я хочу показать вам гель для душа. Решила в последнее время пробовать много разных линеек. Не только у Арифлейм беру гели для душа, но в Арифлейме это мой уже третий или четвертый гель. И мне нравится. Такая яркая, приятная отдушка. Но я уже в себе в следующем каталоге Камчатку выбрала. Это просто не аромат, а блаженство. Вот это вот такие, знаете, путешествующие отдушки разных стран и районов, уголков нашей планеты. Они все пахнут по-особенному. Все пахнут потрясающе. Хорошо пенится. Я использую его без мочалки. Аромат цветочный, достаточно яркий. Такой, как будто бы карнавальный. Здесь 250 мл. У меня вообще уже один такой закончился. Из этой линейки Discover. И я бы не сказала, что он супер экономичный. Тем более я не использую мочалки. Поэтому у меня он заканчивается быстрее. Ну и последнее, что я вам сегодня покажу. Это супер большая пена для ванны с персиком. Если вы любитель принимать ванны, то обязательно попробуйте. Пенка очень хорошего качества, долго держится. И ее много. Когда вы нальете средства под струю воды, вам покажется, что маловатенькая. Далью-ка я еще, и тогда ваша пена вообще выйдет за края. Очень-очень концентрированная такая. Здесь 750 мл. Можно найти по очень офигенной акции. И кайфовать. Аромат, кстати, такой ненавязчивый, приятный. Не оставит вас равнодушной, если вы любитель фруктовых таких начинок и ароматов. Ну и совсем я забыла вам показать. Самое классное, наверное, средство, которое я себе заказала за последнее время. Это охлаждающий спрей для ног. По крайней мере, мне кажется, что он охлаждает. Это, как здесь пишут, освежающий спрей дезодорант для ног. Фуд Ап Комфорт. Я взяла себе с ароматом мяты и не пойму, чего, кактус или чего-то такого. Здесь 150 мл, он офигенный. Я когда приму ванну или ванночку для ног сделаю, потом наношу вот этот спрей, и он так классно освежает, охлаждает ножки и очень сильно расслабляет. Ну и, конечно же, вкусно пахнет. Обалденный. У меня уже здесь половина, хотя я заказала совсем недавно. Ему всего пару недель. Я использую каждый день и не по разу. Ну и на сегодня это все. Надеюсь, вам понравился данный ролик. Обязательно оставайтесь у меня на канале, потому что в следующем выпуске я вам покажу весь уход новый за домом. Это будут разные спреи, жидкости, даже перчатки вам покажу. Так что обязательно оставайтесь. Там будет много полезного и интересного. С вами была Кристина. Желаю вам хорошего настроения. Надеюсь, вы оцените этот ролик, потому что он вам действительно понравился и вы найдете для себя что-то интересное. Хорошего вам настроения. Чаще улыбайтесь. И всем пока-пока.